Со всех сторон нам пытаются доказать, что рынок недвижимости на грани и обвал неизбежен. Но кому реально выгодно, чтобы мы откладывали покупку квартиры? Неужели кто-то планомерно готовит изменения на рынке недвижимости? Меня зовут Клышин Алексей, разберемся в этом видео. Ну, для начала давайте поймем состояние рынка недвижимости, что же прямо сейчас на нем происходит. И начнем, пожалуй, со вторичного рынка недвижимости. Спрос на вторичное жилье падает не так сильно, как в первом квартале этого года, но все равно идет вниз. Все-таки ипотека, а точнее ее ставка на вторичном рынке недвижимости, сильно влияет на спрос. Ипотека сейчас на вторичку 18%. И многие люди не готовы покупать квартиру под такую высокую ставку, потому что за 20 лет придется заплатить банку 400%. То есть купить ему 4 такие же квартиры. Сделки. Количество сделок в России сокращается, но не так сильно, как бы нам хотелось. Но, тем не менее, мы видим, что относительно прошлого года на рынке вторичной недвижимости сделок происходит все меньше и меньше. Что же с ценой на вторичку? Цена на вторичный рынок недвижимости пока падает. Те, кто хотят реально продать квартиры, понимают, что у них нет спроса и опускают стоимость. И только у тех людей, кто готов опустить стоимость, квартиры покупают. В среднем падение по России 1% в месяц. Какие факторы оказывают давление на вторичный рынок недвижимости? Ну, конечно же, ипотека и высокие депозиты. Многие люди, которые хотели бы купить квартиру, у которых есть деньги, они решили переждать, посидеть в депозитах, причем ставки там от 15% годовых. Ну, а если мы посмотрим на рынок новостроек, то тут ситуация немного другая. В России в разных регионах по новостройкам динамика разная. Спрос на новостройки падает. В Москве год к году спрос на новостройки упал на 10%. Сделки. Количество сделок по сравнению с декабрем 2023 года упало больше, чем в два раза. А что же с ценой на новостройки? А здесь динамика рынка в разных городах абсолютно разная. Падают. Питер на 0,3%. Самара на 0,5%. Краснодар на 1,2%. Ростов на 2,5%. За последний месяц. Но из-за того, что страна большая, в некоторых городах продолжается рост. Например, в Уфе плюс 4,6%. В Волгограде плюс 3,1%. В Воронеже плюс 2,7%. В Казани и в Челябинске рынок новостройок прибавил 2,3%. В Перми 2,1%. Екатеринбург и Новосибирск тоже прибавил 1,2% только за последний месяц. Есть города, которые стагнируют, у которых цена стоит на месте. И к ним относится Москва. Рост стоимости 0,2% за месяц. Нижний Новгород и Омск у них 0. Почему? Какие же факторы влияют на такую динамику цен на рынки новостроек в России? Ну, во-первых, с начала года ввели, напомню, банки оброк. И это немного увеличило стоимость. Плюс закрутили гайки по субсидированной ипотеке. Плюс с 1 июля видоизменяет семейную ипотеку. И она будет доступна меньшему количеству покупателей. Конечно же, все эти факторы давят на рынок недвижимости. И динамика цен на рынки новостроек в России разнонаправленная. Ипотека всегда являлась драйвером рынка недвижимости. Сейчас ипотека, например, на вторичный рынок недвижимости практически недоступна. Ставка по ней 18%. Нужно 400% переплатить государству за весь срок. Люди не готовы покупать квартиру в такие большие проценты. Ну а если мы говорим о новостройках, то там пока есть возможность купить квартиру в дешевые деньги. Гораздо ниже ключевой ставки, которая на сегодняшний день в России. Итак, семейная ипотека. Больше 30% всех кредитов приходилось на семейную ипотеку. Президент продлил эту семейную ипотеку до 30-го года. И на сайте Кремля уже есть изменения, которые вступят 1 июля 2024 года. Теперь семейная ипотека исключительно нацелена на поддержку семей с детьми до 6 лет. Условия по ставкам остаются неизменные, 6%, что является значительной поддержкой для семей, на мой взгляд. Но вводятся ограничения относительно возраста ребенка. То есть получается, если у вас ребенку больше 6 лет, то вам не положена семейная ипотека. И все эти нововведения с 1 июля 2024 года вступят. Люди понимают, анализируют. Сейчас, если у меня есть двойня совершеннолетних детей, я могу взять квартиру в семейную ипотеку, а после 1 июля не смогу. Так вот эти люди сейчас бегут и покупают квартиры в семейную ипотеку, пока это возможно. Государство нам приоткрыло опять в очередной раз дверь, для того, чтобы поезд, который двигается от перона, успели забежать ждуны, которые долго-долго ждут. Господдержка 2020. Это та программа, по которой можно взять любому человеку кредит по ставке 8% годовых. Она заканчивает свое действие тоже 1 июля 2024 года. Единственное, что IT и ипотека пока действует до конца этого года. И там пока никаких изменений выносить не будут. Потому что сейчас IT и ипотека показывает небывалый рост и пока всех все устраивает. Конечно, Центральный банк ввел определенные ограничения с 1 марта 2024 года. Это надбавки к коэффициентам риска. Теперь банкам невыгодно выдавать квартиру, если у заемщика платежи по кредиту больше 80% ежемесячного дохода. И, соответственно, меньше 20% тоже выдавать невыгодно, потому что коэффициенты огромные. То есть банки должны, выдавая квартиру такому заемщику, у которого из 100 тысяч рублей зарплаты 80 идет на кредиты, они должны ему, выдавая 10 миллионов рублей, еще зарезервировать дополнительные средства. В каком-то случае 2, в каком-то 5, в каком-то даже 7% дополнительных денег на весь срок. И, конечно же, банки говорят, да я лучше эти деньги прокручу, дам другому, мне такому просто невыгодно. И, получается, государство, точнее, центральный банк в лице государства, они взяли и закрутили гайки. То есть, получается, людям, у которых есть действующие кредиты, ипотеку теперь взять будет очень тяжело. То есть практически невозможно. Что же ждут застройщики, понимая, что на рынке недвижимости происходит такая история, что их золотое время скоро закончится и осталось чуть больше двух месяцев до его окончания? На мой взгляд, они надеются на чудо, ждут, когда люди в последний месяц, ну, май там или июнь, побегут, наконец, и сделают им всю выручку до конца года. У застройщиков все тоже не слава богу. У нас уже были новости, что некоторые застройщики признаются несостоятельными, то есть банкротами. Мы видим, что крупные игроки рынка недвижимости, такие как ПИК и Самолет, поменяли своих гендиректоров в связи с тем, что ситуация на рынке изменилась. На мой взгляд, застройщикам будет очень тяжело без программ поддержки, потому что сейчас львиная доля и больше половины продаж происходит именно по этим программам. Когда все это закончится, когда это все превратится в тыкву, кому они будут продавать? Кто купит квартиру в ипотеку по ставке 18%, которую нужно будет еще пару лет ждать? Так еще и моратории ввели на взыскание средств за несвоевременную оплату. То есть если раньше, например, застройщик просрочил по договору долевого участия срок ввода дома в эксплуатацию, ну передачу ключей, то дольщик вправе был обратиться в суд и взыскать с него неустойку. Рассчитывалась она 1,5 для физических лиц от ключевой ставки на день написания заявления. Так вот, постановлением правительства последним, государство мало того отменило возможность взыскать эти деньги. То есть мораторий ввели до 31 декабря 2024 года. Это первое действие. А вторым действием они зафиксировали, блин, ставку на 1,07 2024 года. Напомню, что тогда эта ставка была всего-навсего 7,5%. То есть сейчас 16 можно было бы взыскивать, а тогда было 7,5%. Таким образом, государство одним розчерком пера сократило нашу с вами возможную компенсацию от застройщиков в два раза. И почему-то государство думает о кучке строителей, а не о дольщиках, которые купили миллионы квадратных метров жилья. И сидят в арендованных квартирах, платят за аренду, платят ипотеку для того, чтобы кто-то набивал свои карманы. Вот таким образом, государство сначала помогло застройщикам дешевыми деньгами, к ним выстроились очереди, они подняли стоимость на новостройки до того момента, что разница между вторичкой и новостройкой, по словам Набиулина, уже 44%. А теперь еще и моратория им ввели. Ну, может быть, надо прекратить их поддерживать? Пусть они стоимость скинут, маржу свою поменьше возьмут. Но, тем не менее, что имеем? Я даже не знаю, что будут делать застройщики после 1 июля 2024 года. Я был на нескольких форумах, где собираются крупные девелоперы и обсуждают проблемы. И знаете, у них какие проблемы? Льготная, блин, ипотека. То есть не про стройку они говорят, где лифты покупать, из чего строить, как себестоимость сохранить, как площадь сделать другую. Нет, они говорят, а какие намутить схемы для того, чтобы как-то продать, как-то от государства получить эти деньги для того, чтобы люди пришли и купили. Такое ощущение, как будто ты приезжаешь не на форум к застройщикам, а на банковский какой-то форум, потому что там говорят все о кредитах, а не о стройке. Какие же ожидания покупателей на сегодняшний момент от рынка недвижимости? Что покупатели думают о рынке недвижимости? Все, кто хотел купить квартиру на вторичном рынке недвижимости, они, по сути, разделились на два лагеря. Одни деньги, которые были на первоначальный взнос, положили на депозит и сидят, наблюдают за рынком, ждут, когда он еще больше опустится, чтобы можно было пойти и купить выгодное жилье. А вторая категория, которым реально уже допекло, уже негде жить, уже надо переезжать и не хочется арендовать, потому что аренда выросла на 30%, по крайней мере, в Москве за прошлый год. Они, соответственно, пошли к застройщикам и стали покупать готовое жилье, которое либо сдалось уже, ну то есть, когда дом строится, застройщик продает 80% объема жилья. А когда он построился, его тоже можно купить в субсидированную ипотеку, но там вот остается маленькое количество квартир. И часть людей со вторички пошли туда для того, чтобы там купить готовое жилье. Но есть одна проблема в этой схеме. Вроде бы она рабочая. Вторичное жилье, когда ты покупаешь у застройщика, оно, по крайней мере, в Москве дороже на 20%, чем ровно такая же квартира с правом собственности, которая оформлена на физика. То есть, получается, эти люди, они вроде бы взяли все в дешевую, там, не знаю, семейную IT, либо в господдержку, но они купили квартиру на 20% выше рынка. И выгода их, казалось бы, она растворилась именно вот в этом удорожании. Все хотят скидок. Когда мы анализируем продажи от застройщиков, мы видим, как только застройщик делает какую-то акцию, делает какую-то скидку, у него продажи взлетают просто до небес. Жилищные комплексы, которые продавались там на 20-м, на 30-м месте, только сделав скидку там в 15%, поднимаются в месячном рейтинге по продажам количества в штуках сразу там в первую пятерку. То есть, получается, что скидки работают, люди сидят и ждут, когда застройщики будут снижать. И те, кто снижает, те продают. То есть, получается, инструмент наполнения скроу-счетов у застройщиков есть. Это скидка и понижение цены. Но, к сожалению, пока не все ей пользуются. Ну, я думаю, эйфория у них пройдет. Многие надеются на чудо, но, к сожалению, скорее всего, чудо не произойдет. Скорее всего, государство уже устало вливать миллиарды рублей в господдержку новостроек, когда рынок растет, а все покупатели недовольны. И, конечно же, эта история закончится, друзья мои. Жду с нетерпением 1 июля 2024 года для того, чтобы понять, что же дальше будут делать застройщики. Какие мы тогда увидим скидки? Ну, наверное, не с июля, но, возможно, в августе, в сентябре на рынке недвижимости будет очень интересное время. Многие застройщики придумывают чернушные схемы для того, чтобы продать свою квартиру. Одни открывают эскроу-счет, продают свою квартиру каким-то аффилированным лицам и закладывают туда миллион рублей. Потом эту квартиру продают по уступке, а все остальные деньги отправляются на счет застройщика. Ну, то есть каких схем только нет. Одни вообще работают без эскроу-счетов. Они говорят, а нам напрямую деньги сразу. И тут как бы черт ногу сломит. И за всем этим следит ЦБ и каждый месяц вводит ограничения для того, чтобы избавиться от этих сумасшедших схем. Потому что в этих схемах покупатель не защищен. Если деньги лежат на эскроу-счете, вся сумма, то это еще хорошо. И Центральный банк уже придумал и направил в правительство меры, которые, скорее всего, тоже рынок недвижимости немножко поменяют. То есть теперь субсидированную льготную ипотеку будут давать только тем, кто все деньги положил на эскроу-счет. И я думаю, это с рынка уберет всех застройщиков, которые работают, ну, скажем так, на грани фола. И у многих этих сомнительных застройщиков люди покупают квартиру, не проверяя ее. То есть они видят, что квартира, видят, что вроде кто-то строит застройщик и покупают ее без проверки. Хотя там уже и не застройщик продает, там уже есть физическое лицо, которое продает квартиру. Но, к сожалению, люди об этом понимают только тогда, когда к ним приходит после покупки повестка в суд. Что, ой, надо было бы проверить. А вот в проверке, в юридической чистоте, нужно об этом позаботиться заранее. К нам пришла клиентка, которая покупала квартиру, которая в конце прошлого года была еще новостройкой. Но потом дом ввели в эксплуатацию, собственник получил право собственности, и она покупает ее как вторичку. И, казалось бы, что тут проверять? Застройщик продал физическому лицу квартиру, он, соответственно, ее перепродает. Это инвестор, который хочет заработать, как ей казалось. Берем документы, начинаем их анализировать. И, оказывается, документом основания является не договор долевого участия, а договор уступки прав требований перевода долга. То есть, получается, что квартиру купил сначала парень молодой с ипотекой, а после этого, перед самым вводом дома в эксплуатацию, он эту квартиру по договору уступки уступает своей маме, перепродает. То есть, он гасит ипотеку и перепродает своей маме. Как вы думаете, просто так ли он это сделал? Ну, то есть, явно он не хотел, чтобы право собственности на эту квартиру зарегистрировалось на него. А почему он этого не хотел? И когда мы об этом узнали, первое, что нам пришло на ум, это брак. Скорее всего, эта квартира была куплена в браке. И для того, чтобы ее на себя не регистрировать, возможно, брак распался, либо собирается распаться, либо он хочет, чтобы он распался. Он эту квартиру перед самой сделкой переводит на свою маму по договору уступки, а там права собственности еще пока нет. И мама становится собственником. Мы у нее спрашиваем, прикольно, но нам нужно подтверждение, что ты покупал эту квартиру не в браке. Он говорит, конечно, у меня есть нотариальное заявление. Мы говорим, не-не, нотариальное заявление нас не устроит. Сходи, пожалуйста, в ЗАГС и возьми справку о том, что ты не был в браке за два месяца до сделки и два месяца после. И вот именно этот документ будет являться подтверждением. И тут началось. Ой, да мне некогда, да я не готов, да я не пойду, да вот я вам тут все обещал и показал, да что вы придираетесь. Ну, то есть идет в отказ. Наш клиент говорит, я все равно хочу купить, давайте проверять сами дальше. Получаем на него сведения из ЗАГС, и мы были правы. Получается, что он покупает квартиру, будучи в браке, в ипотеку. После этого он с женой разводится. И пока у них идет суд, он берет денег, где-то гасит эту ипотеку и по уступке продает квартиру маме. И пока нету заявления на раздел имущества. Но прошло еще очень мало времени, оно всегда может появиться. И получается, что эта мама эту квартиру быстренько продает. И если вы покупаете такую квартиру, а его жена пойдет и подаст на раздел имущества, она, ну, я надеюсь, что она знает, что она в кредитном договоре даже подписывалась, да, что они вместе покупают квартиру в новостройке, то с большей долей вероятности ваша квартира новая в новом доме от вас может уплыть. И всегда, когда вы покупаете квартиры, проверяйте их, и не важно, новостройка это или вторичное жилье. Любую недвижимость проверяйте перед покупкой. На бесплатном вебинаре мы вместе с вами разберем все проверки, которые необходимо сделать перед покупкой недвижимости. Пожалуйста, разберитесь в этом лично, чтобы не оказаться среди огромного числа обманутых россиян. Ссылка на регистрацию в описании к этому видео. Вебинар бесплатный. Как же наш центральный банк влияет на рынок недвижимости? И казалось бы, вроде бы центральный банк должен заниматься немного другими вещами, но, тем не менее, центральный банк как надзиратель в лупу смотрит, что же происходит на рынке недвижимости. И чуть ли не ежемесячно корректирует свои действия для того, чтобы на рынке не было ипотечного пузыря. Кто бы что ни говорил, а пузырь на рынке недвижимости налицо. Кто-то это признает, кто-то это не признает. Но наш центральный банк видит все это и пытается это все купировать. Он обращает внимание на разницу цен на вторичном рынке недвижимости и новостройками. И эта разница увеличивается. И в первом квартале она достигла уже 44%. Из-за того, что вторичка опускается, а новостройки во многих регионах России немного растут. Этот разрыв, если люди начнут объявлять себя банкротами, грозит уже просто разрывом банковской системы. И вообще крахом ее. И, конечно же, центральный банк, который регулирует в том числе и взаимоотношения банков, очень внимательно следит за рынком недвижимости, потому что ему не хочется повторения 90-х годов. Не хочется, чтобы у нас был какой-то дефолт, либо какие-то банки у нас начали банкротиться. Не по своей вине, а по своей вот такой ситуации. И, конечно же, он вводит всевозможные ограничительные меры для того, чтобы рынок недвижимости привести в чувство и сдуть этот надувшийся пузырь. У половины заемщиков предельная кредитная нагрузка больше, блин, 80%. Ну, то есть у нас, получается, люди, им есть нечего, какая у нас средняя зарплата. Возьмем какую-нибудь среднюю зарплату в каком-то городе-миллионнике, там, 50 тысяч рублей. 80% в 40 тысяч рублей уходит на кредиты. И 10 тысяч остается. То есть, получается, люди на 10 тысяч живут и еще хотят взять ипотеку. Да какая, блин, вам ипотека, вам жрать нечего. И вот таких заемщиков очень много. И Центральный Банк, он это видит. Он говорит, ребята, а если у вас там, не знаю, ребенок родится или там кто-то заболеет, тогда что будет? Тогда вы все банкроты. Половина, половина людей, которые берут кредиты, вот в такой кабале находятся. Ипотеку дешевая. Надо взять. Да тебе платить, блин, нечем. Тебе надо работу менять, мозг, мысли, не знаю, окружение, переезжать в другой город. Ну, что-то делать? Нет, я лучше возьму еще один дополнительный кредит. И, конечно же, Центральный Банк видит это все. И ему это не нравится. Да это, наверное, никому не нравится. Кранифола ходит половина заемщиков. У нас вот ветер дунет, и они все банкроты. А если они все банкроты, тогда и банки тоже банкроты. Потому что разница между вторичкой и новостройками. В среднем по России 40%, по Москве 20%. В некоторых регионах там и 30%, и 25% есть процентов. Ну, то есть банк, скорее всего, продав эту квартиру, которая у него будет в залоге, он даже свои деньги-то не покроет. У него дыра станет. Потому что ему надо дисконтировать процентов на 10%. Вторичку сейчас никто не покупает. Ипотека, потому что дорогая. Ну, то есть замкнутый круг. Получается, и все это может на банках отразиться. И, конечно же, центральный банк вынужден включаться в каждый из этих процессов для того, чтобы навести там порядок. А так как у нас с другой стороны государство печатает денежки и закидывает это все в топку господдержки, субсидированной ипотеки, то получается у нас с одной стороны вторичка падает, а с другой стороны новостройки продолжают в среднем-то расти. Понимаете, понятно, что не во всех регионах. И дисбаланс этот увеличивается. И, в общем-то, с транспарантом ходит ЦБ, говорит, давайте это изменим. На мой взгляд, меры должны быть чуть пожестче. Ну, чтобы это все один раз на корню. Утром ты проснулся 1 мая, а у тебя как бы нет больше семейной ипотеки. И господдержку нафиг отменили. Ну да, мы так вот подумали и решили. Ну, для того, чтобы застройщики одумались и стали корректировать свои цены вниз. То есть, получается, тут выхода только два. Первое, ключевую ставку понизить. Что сейчас сделать невозможно. Ну, потому что инфляция 7,7%, да, на сегодняшний момент. Это очень дорого при норме, там, 4, к которой они хотят прийти. Ключевая ставка маленькая. Вторичка оживает, начинает расти, догоняет новостройки. И все ровно, никакого пузыря нет. А сейчас это сделать не получается. То есть, получается, есть другой инструмент. Тогда новостройки надо опустить. Что сделать? Субсидии всем отрезать. Дешевые деньги всем отмести. И подождать, посмотреть, что же будет. Ну, опять же, с другой стороны, государство идет опять на поводу этих застройщиков. Опять им делают ограничения о том, что мы с них не можем взыскивать. Ну, под соусом того, что они все обанкротятся. Так, блин, строите нормально. Строите вовремя, в срок. И никто у вас не обанкротится. Ну, так вы же сами строите из говна и палок. И потом хотите, чтобы мы это говно принимали. Ну, то есть, представляете, я покупаю машину. Прихожу, а у нее квадратные колеса. Я ее куплю разве? Ну, то есть, я производитель говорю, ты что, дебил, я когда не буду ездить-то? Колеса-то квадратные, она не поедет. Вот так же с новостройками. Ты приходишь, а у тебя стены там неровные. Ё-моё, вы как строили-то ее? Ну, так строите нормально. И начинается у нас рабочих. Нет, мигранты уехали. Ну, вот эта вся песня по кругу. Конечно, видя всю эту историю, Центральный банк, он все, каждый месяц вводит новые ограничения. Можно запутарить в этих ограничениях. Одно, второе, третье. Кредитная нагрузка. Кредит не дают. Первоначальный взнос подняли. Ипотеку в одни руки. Ну, то есть, еще в запасе-то есть, конечно, меры. Но уже куда? Уже проще отменить, наверное, все. Все те меры, которые были приняты на сегодняшний момент, уже сократили выдачу ипотеки в прошлом году, в конце года. Из всех сделок на рынке новостроек в 80% сделок была ипотека. Хотят сократить эту долю до 25%. Уже сократили до 50%. И то хорошо. Уже мы видим прогресс. Соответственно, скоро будет свет в конце туннеля. И застройщики, наконец-то, начнут нам давать хорошие классные скидки, чтобы хоть кто-то у них эту квартиру покупал. Когда краник с дешевыми деньгами у них закончится. Ну и ключевую, конечно же, для этого подняли. Подняли ключевую до 16%, чтобы охладить рынок недвижимости. Чтобы люди, у которых нечего есть, они перестали брать кредитов. То есть у тебя 50 тысяч зарплата, 40 тысяч уходят у тебя на кредиты, а 10 тысяч остается на жизнь. А у тебя, не знаю, семья или дети. Что вы едите, я не могу понять. Ну какой кредит? Вам картошки бы купить или хлеба? Хлеб сколько стоит? 100 рублей уже в магазине. А люди берут ипотеку. Вам точно не до ипотеки. Какие, блин, инвестиции, когда жрать нечего? Еще одним фактором, почему подняли так сильно ставку, потому что рост ВВП составил 3,6% за прошлый год. Ну то есть это как бы очень много для России. Такого роста, по-моему, никогда не было. Многие будут говорить, это все из-за оборонки, это цифры. Из-за чего? Это другой вопрос. Из-за оборонки это разве плохо? Рабочее место сколько? У нас очень много клиентов из Ижевска. Так они говорят, е-мое, я раньше на заводе работал токарем, получал зарплату 50 тысяч рублей, теперь у меня зарплата 150. 150. И меня еще с руками берут. И я кайфую, я могу себе ипотеку теперь взять. Вот, пожалуйста, в три смены работают люди. В три смены некогда. Хочешь зарабатывать больше, работай там в полторы смены, будешь зарабатывать 200. В Ижевске, друзья, не в Москве, в Ижевске. Конечно же, людям нужно приостыть немножко кредитом, выдохнуть. И с телевизором со старым можно пожить, ничего страшного. И пылесос старый можно в ремонт отнести за 500 рублей, там за 1000 рублей его сделают тебе. И машину можно еще поездить, колодки давайте с дисками поменяем, масло и еще годок поездим, ничего страшного не произойдет. И это все сделано для того, чтобы экономика не надорвалась. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Ну и, конечно же, курс доллара. Ключевая ставка в том числе и на него влияет, сдерживая его. Уже и так столько сделано. Ипотеку ограничили, первоначальный взнос подняли, ипотеку в одни руки сделали, предельную кредитную нагрузку и завязали с ней ипотеку. То есть у кого она большая, не дают ипотеку теперь. Да и не ипотеку, любой кредит не дают. Сумму ипотеки уменьшили. Ну то есть сделали столько, чтобы брали меньше. И мы видим прогресс. Брать стали реально меньше, но еще не до конца достигли той планки, которую ставили. Все проблемы рынка недвижимости, они видны. Ну, возможно, вооруженным глазом видны, да? То есть с какими-то цифрами, данными. И работа с ними ведется. Для того, чтобы рынок недвижимости не рос такими темпами, как в прошлом году. И, на мой взгляд, это правильное решение для того, чтобы его остановить. Недвижимость не всегда растет. Если мы возьмем отрезок в 5 лет, то, в общем-то, цена выросла. Но в эти 5 лет бывают периоды, полгода, год, когда недвижимость может корректироваться вниз. На 5, 6, 2, 3, 10%. Это абсолютно нормальное явление. А на перспективе 5 лет, конечно же, она выиграет. Очень легко верить в теории заговоров. Что земля круглая, что квартиру у нас хотят отобрать, что мы все там обанкротимся, что вообще какая-то проблема будет в России, не знаю, что-то произойдет. То есть в теории заговоров всегда легко верить. И это такая история, на которую всех подсаживают. Многие верят в эти теории. Легко верить в теории заговоров, но не видеть очевидное. Недвижимость в России остается отличным инструментом, чтобы защитить свои накопления. Чтобы защитить деньги от инфляции. А корректировки на рынке недвижимости были, есть и будут. И это нормальный процесс, когда на протяжении 5 лет рынок недвижимости растет. Но в эти 5 лет есть периоды, когда он 4 месяца падает. Или там полгода падает на 2, 3, либо 5%. И вот мы сейчас с вами проживаем именно такой период. Причем за падение топят только те, кто не успел купить. А те, кто купил, они отказываются в это верить. Они говорят, не может рынок падать. Себестоимость стройки дорожает. Рабочие из Таджикистана все уехали. Все идет к тому, что все должно расти. Ну да, только не такими темпами и не так. Конечно же, о теории заговора можно много говорить. Но надо верить все-таки в очевидные вещи. В понятные, в цифры, которые можно найти в открытом источнике. Посмотреть, проанализировать и понять, что же происходит прямо сейчас. Какие советы можно дать для покупателей недвижимости? Если вы попадаете под программу господдержки 2020. Если вы попадаете под семейную ипотеку. Сейчас у вас есть двое несовершеннолетних детей. И вашим детям больше 6 лет. То у вас еще осталась возможность взять квартиру в дешевые деньги. И вам нужно поторопиться и успеть на сделку выйти. Как минимум, наверное, там до начала июня. Потому что потом будет регистрация, потом будет долго, потом, возможно, и не успеете. Потому что будет, как всегда, на рынке у нас ажиотаж. Если накопили денег на первоначальный взнос и сомневаетесь, стоит ли покупать или нет. А особенно с учетом того, что рынок либо в вашем регионе падает, либо вот-вот будет падать, либо стагнирует. Если вы инвестируете не на год, а на несколько лет. В течение 3-4 лет ваша недвижимость точно вырастет в цене. И вы не можете ее предугадать. Мировая инфляция 5,5%. Посчитали инфляцию за 23 год во всем мире. Больше всего подорожали продукты. В средней инфляции 5,5%. Ну мы о чем говорим? У нас, ну там, 7 с небольшим. У нас неплохо. Раньше бы у нас инфляция была двухзначная. Если у вас осталась возможность купить квартиру в семейную ипотеку, то, скорее всего, больше такой бесплатной раздачи денег от государства не будет. Ну понятно, если ничего глобального не случится у нас. Ну на это надеяться тоже непонятно как. У вас есть возможность это сделать. Мы можем вам в этом помочь. В описании ссылка. Оставляйте там заявку и подберем вам классную, хорошую квартиру. Что же делать людям, которые хотят купить квартиру на вторичном рынке недвижимости? А вам вот спать нельзя. Потому что как только ставку начнут опускать, как только ставка на рынке станет где-то в районе 14%, то люди сразу пойдут и будут покупать квартиру. Сейчас на рынке, а происходит в Москве, по крайней мере, где-то около 10 тысяч сделок при норме 12. Да, вот 2 тысячи человек, они, это каждый месяц отложенный спрос. Копится, 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 копится. И как только ставку начнут понижать, люди уставшие ждать, когда можно купить квартиру, пойдут и будут ее покупать. И рынок вторичной недвижимости снизу резко-резко начнет расти. И тут самое главное не проспать. Потому что у нас, когда дешевая ставка, цена всегда вверх идет. Цена идет вниз, когда ставка неприподъемная. И те, кто хотят купить квартиру на вторичном рынке, они очень часто ждут хорошего времени, а его никогда нет. Оно прошло уже. Хорошее время прошло в том году. Сейчас время плохое. Но будет еще хуже, потому что когда ставка подешевеет, вторичка тоже вырастет. А вам надо сильно подумать. Если у вас есть квартира, и вы хотите ее просто поменять на другую, то, конечно же, нужно это сделать сейчас. 55 тысяч объектов в Москве выставлено, можно выбрать любую себе классную квартиру. Когда рынок рос, было объектов всего 40 тысяч. Представляете, на 15 тысяч меньше. Выбрать не из чего было. Одно говно на рынке. А те, у кого не хватает пока денег, вам тогда надо следить за рынком недвижимости, копить первоначальный взнос, аккумулировать его на депозитах, для того, чтобы капитализировать его дальше. И как только рынок недвижимости начнет со дна подниматься вверх, вот в этот момент и нужно покупать, а потом уже делать рефинансирование, там через полгода своей ипотеки, когда центральный банк планомерно снизит ключевую ставку, там до 8-9%. Тем самым вы можете выиграть. Но вам нужно следить за рынком недвижимости на кончиках пальцев, чтобы вы понимали, что же сейчас с ним происходит. Самый легкий способ это делать, ко мне в телеграм-канал подписаться. Ссылка знаете где, в описании. Друзья мои, обязательно посмотрите вот это видео, чтобы лучше разобраться в рынке недвижимости. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. С вами был Клышный Алексей. До встречи в новом видео.